В новом году болеть будем по-новому. У людей с каким доходом изменится сумма по временной нетрудоспособности? А кто будет получать стопроцентную оплату больничного? Будет ли зависеть начисление от стажа работы? И кому поможет обращение сенатора от Нинецкого округа Вадима Тюльпанова не экономить на собственном здоровье? Об этом мы сегодня поговорим в программе «Полярное мнение» с исполняющим обязанности управляющего отделения фонда социального страхования Альбертом Карагуловым и моей коллегой Еленой Семеновичевой. Также я хочу напомнить, что сегодня у нас идет голосование. Вы можете принимать в нем активное участие. Оплата больничного должна зависеть от стажа. Вам предложено три варианта ответа. Да, нет, все равно. Отправляйте смс на номер 5533. Пишите нау пробел и цифра варианта ответа. Ну что, здравствуйте. Участники программы. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Альберт Радикович, скажите, пожалуйста, вот давайте все начнем по порядку. В 2015 году как начислялась больничный? В 2015 году листок недоспособности начислялся, исходя из суммы выплат, на которую начислялись страховые взносы. То есть, бралась сумма выплат, на которую начислялись страховые взносы. Из нее за два года предшествующих периоду временной недоспособности. То есть, если мы болеем в 15-м, берется, соответственно, 14-й, 13-й. Эту сумму за два года мы делим на 730, получаем результат. То есть, это размер пособия, который можно выплатить работнику. Хотел сразу оговориться про страховой стаж. Обращу внимание, не трудовой, а страховой. То есть, стаж, когда за работника платят страховые взносы. То есть, при страховом стаже менее пяти лет за работник получает 60% данной суммы. Свыше пяти и до восьми, соответственно, 80% и свыше восьми, то процентов данного пособия. На настоящий момент, то есть, у нас речь идет о... И существует предельный размер, сразу хотел оговориться, данных выплат. То есть, страховой принцип реализован полностью. Этот предельный размер для исчисления страховых выплат, он обязателен как для получения пособия, так и страховых взносов. То есть, если у нас в 2013 году сумма предельная для начисления страховых взносов была 568 тысяч рублей, исходя из нее мы рассчитывали как страховые взносы, так и выплаты по данным страховым взносам. И для момента исчисления это тоже необходимо. Это речь идет о максимальном пособии. То есть, если, предположим, у вас заработная плата значительно выше этой суммы, для расчета берется именно предельная сумма, не больше. То есть, фонд социального страхования больше взять не может. Соответственно, и выплаты соразмерные как получили страховые взносы, так, собственно говоря, и обеспечили. Нет. Хотел сразу оговориться, что федеральное законодательство в данной сфере не изменилось. Ну, это было в 2015 году. Вы говорите, что есть предельная норма, да? Да, да. А работодатель, он как-то вот эту разницу между предельной нормой, да, и учитывается, да? Правил. Правил, да? В прямом усмотрении, получается. Да. Ну, я могу говорить только за счет федерального бюджета и за счет фонда социального страхования. Вы меня ведь с этой целью пригласили. И я говорю про те деньги, которые люди получат в любом случае, вне зависимости от мнения, от любой ситуации. Это деньги, которые получат люди, защищены федерацией. То есть я хотел просто успокоить людей, что эти деньги не получат в любом случае. Ну, получается, мы сейчас говорили о том, если сам человек заболел, да? А если заболел ребенок, например? Поймите, понятие временной недороспособности, оно общее. То есть неважно, кто заболел, мама ребенка или сам ребенок. Мама идет в поликлинику к врачу, получает лист недороспособности. У нее начинается, что? Период недороспособности. Соответственно, общее законодательство. Никакой разницы, что ребенок, что мама. Но вне зависимости от социального статуса этого человека, место работы, федеральный порядок для всех одинаковый. Вот у нас как раз в студии сегодня пришла молодая мамочка. У нее тоже есть вопрос к вам волнующий. Ну да, вот как раз я отношусь к этой категории мамочки, так скажем. И у меня такой вопрос. Если я нахожусь на больничном листе, вот, например, я трудоспособный человек, трудоспособный гражданин, я работаю, я обращаюсь в поликлинику. У меня заболел ребенок. Я, соответственно, ухожу на больничный. Вот в этом году, в 2016, изменилось ли как-то порядок начисления заработной платы или вообще каких-то денег вот в такой категории граждан? Хорошо, я понял вопрос. Хотел сразу уточнить. Порядок с момента введения в силу 255 ФЗ не изменился. То есть мы как считали за два года предшествующих периода временной способности, так и считаем до сих пор. Порядок не изменился. Меняется только предельный размер фазы для исчисления страховых взносов. В сторону, кстати, увеличения. То есть правительство регулярно в конце года выносит постановление об увеличении предельного размера для исчисления страховых взносов. То есть если у нас в прошлом году было 670 тысяч рублей, то в нынешнем году это уже будет 718 тысяч рублей. И, соответственно, пропорционально, тут полностью реализован принцип пропорциональности. Соответственно, и размер временной, который получает работник, как временная недоиспособность увеличивается. То есть с точки зрения федерального законодательства ничего не изменилось. Регулярно увеличивается размер пособий по временной недоиспособности. И в связи с экономическим кризисом ничего также не изменилось. Также произошли увеличения этих выпадов. Ну, судя по принятию постановления, увеличивающего этот предельный размер для начисления страховых взносов, нет. А эти деньги идут из федерального, да, бюджета, насколько я понимаю? Хотел сразу пояснить, как появляются эти деньги. Они аккумулируются. То есть здесь заложены страховые принципы. То есть организации платят страховые взносы за своих работников. Эти страховые взносы аккумулируются в фонде социального страхования. И за счет них идут целевые выплаты мамочкам, которые с ребенком, с детьми, беременным женщинам и лицам, которые попали в период временной недоиспособности. Эти выплаты целевые, защищены государством. То есть откуда они берутся, да мы с вами их платим. Мы каждый день платим страховые взносы за нашу работу. И тем самым защищаем наших мамочек, наших... нас. Мы сами себя защищаем. Скажите, а если был перерыв, например, в трудовой деятельности, в трудовом стаже? Два месяца, три месяца, то есть, соответственно, не было никаких взносов. Никакой работодатель за меня не платил. Вот как мне будет начисляться? Хочу сразу оговориться, вы можете взять любой период, тот, который вам удобен для начисления. А если у него не было этого периода? Ну, только приступил человек к работе, да? Ну, значит, по минимальному размеру оплаты труда. Должны ли мы из чего-то начислять? Ну, если человек... Откуда мы возьмем цифры, извините? А минимальность сколько составляет? Честно скажу, на настоящий момент не могу вам дать комментарии по этому вопросу. А в 2016 году что-то поменялось? В 2016... Кто у нас потерял какой-то процент по начислению больничного? Еще раз, я отвечаю только за фонд социального страхования. С точки зрения фонда социального страхования ничего не поменялось. Еще раз подчеркиваю, ничего не поменялось. Мамочки могут быть спокойны. Да, мамочки могут быть спокойны. И спокойны спать. И в случае болезни ребенка уходить спокойно на больничный. Да, все верно. Да, конечно, изменения у нас вносились на окружном уровне, да? Поэтому я сейчас предлагаю вам послушать комментарии заместителя аппарата Нинецкого округа Павла Рахимельевича о новых правилах оплаты больничного листа. Давайте послушаем. У нас доп. гарантия установлена на окружном уровне. Для работников бюджетных учреждений и для государственных гражданских служащих, для лиц, замещающих госдолжности. Установлено, что доплачивается разница, если выплаты из фонда социального меньше, чем в середине заработок работника. То разница компенсируется полностью за счет средств окружного бюджета. Были внесены изменения в закон, который предусматривает, что вот эту разницу срезается до 50%. Не все 100% разницы выплатят, а только 50%. Но при этом эти ограничения не распространяются на случай, когда на больничном находится по уходу за ребенком, за нетрудоспособным членом семьи. И на случай, когда на больничном находится женщина по беременности. В остальных случаях компенсация разница будет 50%. Но тут очень важно отметить, какую ситуацию. Что у тех работников, у которых заработная платка порядка 40-50 тысяч, там практически не будет никаких изменений, потому что там компенсация полностью будет гаситься за счет фонда. Там нет такой большой разницы. Это в большей степени будет неудобно для тех, у которых большие заработные платы. У тех компенсация будет небольшая, будет меньше. У кого более высокая зарплата, и в случае, если он болеет, не связанно с детьми, с малолетними, не связанно это с беременностью, там разные случаи, вот для них вообще ничего не поменялось. И для тех, кто с невысокой заработной платой. Позволяет, вот когда этот законопроект представлялся, одно из обоснований было обозначено, что это позволит ту экономию оплаты труда, которая шла у нас, ну, ушел один работник, да, кто-то его работу выполняет в это время. Позволяет вот эти высвободившиеся средства, они поощряют тех, у которых возникла большая нагрузка. Вот такие у нас произошли изменения. То есть те люди, у которых большая была заработная плата, да, тот, конечно, потеряют. У кого до 50 тысяч, тот, у того остается прежняя оплата. А вот подскажите, пожалуйста, какие-то вот, только что нам говорили по телефону, еще раз, кто нам? Архимирович Павел Архимирович, заместитель архимирования. Да, вот он как раз озвучил такую информацию, что если человек ушел на больничный, и его коллега выполняет за него работу, то ему будет начисляться какой-то процент, или как это вот все вообще будет выглядеть, и приняли уже это на законодательном уровне? Наверное, наш гость не сможет, да, сказать по проценту. Я очень благодарен. Слышали, может быть, вы что-то слышали об этом? Я благодарен вам за вопрос, но, к сожалению, я тут представляю интересы фонда социального страхования и могу отвечать только за федеральное законодательство. К сожалению, отвечать за работодателя я не имею права. Я думаю, что лучше данный вопрос переадресовать лицам, которые более компетентны на данном вопросе. А скажите, вот лист нетрудоспособности по беременности и рода, он как-то изменился или не изменился? Или тоже все осталось прежнее, только выросла вот эта, да, какая-то максимальная планка? Да, да, все. А сейчас женщина, она тоже выбирает себе период какой-то, два года, да? Да, все то же самое. То есть она смотрит тот период, который ей выгодно, пишет заявление и начисляет, ну, в смысле, ей организация начисляет этот период временной нетрудоспособности. Ну, я имею в виду выплаты. А если вот такая ситуация была в 2009 году у меня, допустим, если женщина ушла из декретного, снова в декрет, не выходя на работу, да, допустим, получается, что мне начислили по минимальному размеру. Но если нет, не от чего отталкиваться. А нет, но перед рождением первого ребенка был же период, почему нельзя его взять, например? Вы не поняли, да? Вот, допустим, я работала в аграрно-экономическом техникуме до определенного периода. Я ушла с первым ребенком, да, то есть у меня период рабочий, он был. И не выходя из декретного, получается, ушла со вторым ребенком, да, то есть сразу не выходя вот в этот период на работу. Получается, как мне сказали, что начисления будут приходить по минималке. Такое же, как будто я вот и не работала. Вот сейчас как это обстоит? Позвольте поинтересоваться, а вы заявление писали для расчета в начислении данного страховых выплат? Ну, то есть для определения расчета на своей организации? Ну, писала только заявление, а по оплате нет. Надо было еще такое заявление, да? Ну, то есть, повторюсь, то есть период для начисления, если он улучшает ваше положение, ну, предположим, год, вот у нас два года берется, да? То есть, ну, условно говоря, берем сегодня у нас какой? 16-й, 15-й, 14-й. В 14-м году девушка не работала, в 15-м работала. Соответственно, в 13-м работала. Что может сделать девушка? Она может написать заявление своему работателю, использовать для начисления пособия. Соответственно, 15-й, 14-й пропускаем и 13-й год. Этот период берется. Если это ее положение улучшает, соответственно, почему нет? То есть страховые принципы реализуются в полном объеме. То есть два разных года, получается, можно брать? Можно. Не один за другим, да? Да, можно. То есть вообще можно в разнобой. Можно. Если это улучшает ваше положение, если не улучшает, смысл вообще в этом большого общественного гранили. Это, конечно, очень удобно. А будет меняться вообще вот этот принцип? Или пока на этот год все только будет? Исходя из той информации, которую получаю я, изменений не предвидится. Скажите, пожалуйста, вот изменилась ли сумма, которую вы закладываете в фонд социального страхования на 2016 год? Как вот, из чего это складывается, мне интересно. Нельзя же вообще как-то, как ясновидящие, определить, сколько у нас будет несчастных случаев, сколько у нас будет листов по временной нетрудоспособности, сколько у нас беременных. Как вот это все происходит? На самом деле это плановая работа. Если честно, ну, тепло на веки допускает небольшую долю погрешности. Ну, погрешность в зависимости от различных методик разная. Но я не знаю ни одного случая, когда плановые цифры сошли бы в идеале. Я не могу сейчас достоверно определить, просто мы отчетность сдаем 10 февраля, а сегодня у нас еще не наступил этот счастливый период, сколько мы в реальном времени заплатили денежек за прошлый год. Но я уже могу сказать, что на 2016 год мы запланировали 170 миллионов, 192, 2100 рублей на оплату листов по временной нетрудоспособности. Будет реализована эта плановая цифра? Ну что ж, скоро узнаем. Не болеть вам, милые девушки. Спасибо. А вы сами часто болеете? Признаться мне некогда. Некогда болеть, да. Ну, еще интересный мы нашли факт, о котором многие компании, организации, к сожалению, не знают. Вот если организации ежемесячно делают отчисления фонд социального страхования за своих сотрудников, но если, например, есть такие организации, где сотрудники не болеют или мало болеют, можно ли эти деньги как-то израсходовать? Например, на путевку с сотрудником организации. Правда это или нет? Ну, если это... Ну, хорошо, ладно. Сразу хочу оговориться. Все эти денежки... Вот, да, это частенько, 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 частый вопрос. Например, ну, нефтяники часто говорят. Ну, я же не болею, работаю, как вол и так далее. Но за меня платят страховые взносы. Как так быть? Ну, я же не болею, а за меня платят. Может, тогда эти денежки-то и вернуть? Хотело оговориться, что мамы, дети болеют, то есть этого самого нефтяника, болеют с завидной регулярностью. И есть такой интересный страховой момент. Вы знаете, не знаю, наверное, очень редкий. Называется беременность и роды. Как вы считаете, откуда берутся деньги на обеспечение мамочек с детьми? Ну, то есть коллеги заплатили, да, все коллеги? То есть мы все платим, все вместе, все дружно платим за обеспечение мамочек с детьми, беременных женщин и лиц, которые вышли на временную нетраспособность. Это страховой принцип. То есть ничего такого... Деньги невозвратные, да? Если вопрос, можно ли как-то эти деньги использовать, хотел сразу определиться. Поэтому у этих денег есть определенный код бюджетной классификации. Что это значит? У них есть определенная цель. И они должны быть потрачены именно с определенной целью. Никаких вариантов, помимо мамочек, нет. Ну, в смысле мамочек и лиц на временной рабспособности. Ну и организация тоже не может... То есть никакого санаторно-курортного лечения за эти деньги однозначно. Вы, наверное, слышали уже о инициативе сенатора от Ненецкого округа Вадима Тюльпанова. Он обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с предложением пересмотреть порядок начисления выплат при получении больничных листов, если человек заболел гриппом или другими опасными вирусными инфекциями. «Стопроцентная компенсация, как он считает, даст возможность гражданам полноценно пройти лечение и не разносить инфекцию на ногах». Вот как ваше мнение? Нужно ли в таких случаях оплачивать стопроцентно? Я с трудом понимаю, как размер выплат влияет на эпидемиологическую обстановку. То есть будет ли человек разносить болезни, но, скажу честно, я опять же хотел подчеркнуть, что я представитель федеральной структуры, и я не... На федеральном уровне вы еще ничего не получите. А ваше личное мнение? Да, я не спрашиваю сейчас, как у вас сотрудник фонд социального страхования, а вот ваше надо или нет оплачивать? Вам без разницы, вы не болеете, да? Я честно скажу. Я считаю, что данный вопрос требует детальной проработки в Совете Федерации и Государственной Думе. Ну, я думаю, вам будет интересно узнать, что думают по этому поводу наши жители. Безусловно. Как раз Лена выходила на улицы города с этим вопросом. Давайте посмотрим. Они не так часто случаются, эти заболевания, поэтому, наверное, надо оплачивать. Хотя каждый сам следит за своим здоровьем, он отвечает за свое здоровье, но ничего не поделаешь, если идет такая инфекция. Я так считаю, это на все сто процентов бы надо платить. Ну, конечно, согласна. Заболел, сиди дома. Если у нас страховая медицина, обязательно сто процентов. Мы ведь не на юге живем. Ну, я думаю, желательно бы было. Да, я только за сто процентов на оплату больничного листа. Можно и сто просто, чтобы все не сели на больничный тогда. И те, кто не болеет, тоже. Конечно, обязательно. Чтобы не было нагрузку на сердце лишнее. Так, ну, посмотрели мнение людей. Лена как раз подходила к ним, да, общалась непосредственно с людьми. Может, прокомментируешь? Да, ну, вот как вот сказала последняя девушка о том, что могут быть осложнения на сердце. Но, насколько я знаю, что вот такие вирусные заболевания, как грипп, например, или ОРВИ, или другие вирусные заболевания, они дают очень много осложнений. Не только на сердце, но и пилонефрит, и менингит, и все остальные вот такие тяжелые заболевания могут быть. И вот как раз Вадим Тюльпанов выступает с такой инициативой, чтобы, если, например, человек, у него стаж, он в начислении, вы говорите, 100%, если более 8 лет. А если человек менее 8 лет проработал, но заболел вот таким тяжелым вирусным заболеванием, ему тоже необходимо оплачивать этот лист нетрудоспособности вот как раз 100%. Вот как вот вы считаете? Мое личное мнение? Ваше личное мнение, да. Ну, на мой взгляд, если это поможет нераспространению пандемии, любые, поймите, вся система фонда социального страхования направлена на то, чтобы минимизировать потери в связи с болезнью, временной нетрудоспособностью. То есть, если мы сможем, неважно в каком способе, уменьшить возможность распространения данной пандемии болезни, это благо. То есть, способы разные. Ну, просто пострадает, скорее всего, ведь фонд социального страхования, потому что выплаты-то будут совсем другие. Или они не поменяются, выплаты? Нет, если поменяется на 100% выплачивать отдельной категории граждан, они выплачивали бы 80%. Если речь идёт о отдельных вирусных заболеваниях, которые в списке Минздрава, ну, это редкое явление. На самом деле, когда такое редкое явление происходит, у нас есть Роспотребнадзор, который вправе объявить карантин в связи с этим заболеванием. То есть, вводится там целая цепочка. То есть, Роспотребнадзор вводит карантин, администрация реагирует, ограничительные меры начинают действовать. Я не знаю, как вам... Можно ли назвать 100% оплату листа нетроспособности ограничительным мероприятием? Как считаете, как повлияет на работника оплата, например, в связи с вирусным заболеванием 60% или 100%? Ну, он будет более мотивирован приходить на работу или будет более мотивирован сидеть дома? В этом смысле? Многие боятся просто, да, уходить на больничный, потому что они потеряют в зарплате. Потеряют очень сильно. И переносят все вот эти инфекционные заболевания на ногах, заражая других, и могут быть у самих людей осложнения. Если есть любой способ ограничения пандемии, любой способ ограничения распространения болезни, это благо. То есть, с моей точки зрения, если способ нашли, надо использовать. Вы считаете, на федеральном уровне его должны поддержать, да? Ну, по ряду заболеваний. По ряду заболеваний сразу хотела говориться. Кстати, вот на окружном уровне его уже поддержали. Давайте посмотрим, что думают окружные депутаты. В обращении к вице-премьеру Вадим Тюльпанов отмечает, что действующее в стране законодательство ограничивает выплаты в случае временной нетрудоспособности. Выход на больничный снижает доходы работника как минимум на треть. Однако острая эпидемиологическая ситуация, сложившаяся сегодня во многих регионах России и имеющая тенденцию к ежегодному повторению, диктует изменения сформировавшуюся правовую схему и страховую практику, отметил Вадим Тюльпанов. Необходимо увеличить сумму выплат за больничные дни, что станет стимулом для заразившихся граждан, соблюдать правила карантина и не переносить болезнь в офис, транспорт, общественные места, а принимать лечение на дому или в стационаре. Это положительно скажется и на непосредственно их здоровье, и на здоровье окружающих. Особый порядок оплаты 100-процентного больничного листа сенатор предлагает распространить на людей с заразившимися инфекционными заболеваниями при сроке больничного до 10 дней в год, вне зависимости от трудового стажа. Данную инициативу уже поддержали окружные депутаты. Этот вопрос был предложен департаменту, департамент отнесся с пониманием, и они будут над этой темой работать, и вполне возможно, что мы все-таки пойдем в ногу с мнением нашего сенатора. Потому что на сегодняшний день вот та сумма, которая оплачивается, конечно, она за счет Афомса недостаточная. Люди теряют заработки, не желая заболеть и не заболели, люди серьезно теряют заработки. И на сегодняшний день, ведь в каждой семье этот вопрос решается по-разному. Если есть вот как раз ситуация, когда надо жилы с себя тянуть, чтобы детям помогать, люди идут на работу. Конечно, и люди идут на работу. А если один родитель, это вообще ситуация получается безвыходная. По словам Татьяны Бадьян, такие выплаты по больничным листам необходимо ввести в экстренных ситуациях, когда речь идет об эпидемиях гриппа, ОРВИ и другими опасными инфекционными заболеваниями. Лена, а как ты думаешь, нужно эту меру вводить стопроцентно? Я думаю, однозначно, потому что, как я уже говорила, осложнения, которые могут быть, если переносить такие тяжелые инфекционные заболевания, даже тот же самый ОРВИ, казалось бы, безобидный, который у нас 5 дней, и нам кажется, что мы уже поправились, а как раз именно в этот период может наступать какой-то рецидив. Ну, то есть вот как раз самый сложный период, и менингит, и я вот как раз вот прочитала информацию, что очень много различных болезней, конечно, надо однозначно. Альберт, скажите, у нас вот есть какая-то тенденция из года в год на возрастание вот этих болезней, больничного листа, но вот вы можете судить по цифрам. Значит, насчет возрастания не могу, но вот то, что она регулярная, это однозначно. Ну, извините, человек каждый год одно и то же. То есть у нас каждый год весной начинается период заболеваемости гриппом. Весной или зимой? Ну, в основном весной. Когда оттепель начинается, когда становится тепло, у нас каждый раз период гриппозных заболеваний. Грипп или ОРВИ? Потому что вот я разговаривала с главным врачом, он сказал, что гриппом болеют жители не только Нинецкого округа, вообще в России, именно в морозные дни, то есть как раз зимой. Знаете, касательно диагностики заболевания, лучше обратить вопрос к управлению здравоохранения. Ну, судя по отчетам, у вас ведь в больничных листах-то вы видите, вы как-то не с додистикой какую-то подводите или нет? Пик, наверное, можете, да, смотреть по количеству больничного листа, когда пик вот приходится, да? У нас приходят листы нетранспособности, мы смотрим за обоснованностью выдачи данного листа нетранспособности. Статистика по диагностике болезней, как таковая, не ведется. Ну, то есть мы смотрим, лист нетранспособности выдан обоснованно, соответственно, оплачиваем. Если не обоснованно, соответственно, ну, понятно. Касательно диагноза конкретного, сказать, к сожалению, не могу. Это нужно провести достаточно большую аналитическую работу. Это была программа «Полярное мнение». Итоги голосования вы можете увидеть на своих экранах. В следующий раз мы поговорим о занятости молодежи. Какие цели преследуют молодежь, устраиваясь на работу? Погонят за быстрым и высоким заработком или достижение профессионального роста? Встретимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова